Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Ди и Лим. 31 псалом. Большой сильный псалом и не очень много материала в нем существует в литературе. Ну, по крайней мере, то, что я нашел. Первое, это если человек скрывается от врагов или боится, что раскроются какие-то вопросы, связанные с ним, находится в тюрьме или боится туда попасть. Если человека преследуют, то этот псалом надо читать утром. Причем его прочитывают и потом своими словами молятся Богу о той проблеме, которую у него есть, чтобы избавил от чего-то. И говорят, что это совершенно написано дословно так, что его видят великие чудеса. Вообще, это один из самых сильных псалмов, которые спасают от сглаза. Если человек понимает, что его кто-то сглазил или чувствует это, ставят оливковое масло, читают этот псалом, а потом маслом смазывают руки, немножко ноги и лоб. И считается, что это действительно один из самых сильных, которые бывают от сглаза. Вообще, вот сердца людей, они в руках Бога. Написано в комментариях к этому псалму. Однако большинство людей восстает против этой тотальной зависимости. И тогда Бог подчиняет человека своей волей уже силой. Но именно вот в этом псалме Давид говорит о том, что если человек сам вручает свое сердце Богу, то он будет инструментом и без всякого как бы давления на него. То есть, здесь избавление от бед. Написано, что этот псалом это молитва человека, который окружен врагами, чувствует себя, они распространяют про него порочащие слухи, он чувствует себя загнанным. Очень хорошо помогает этот псалом. Ну и, пожалуй, последнее, что можем сказать. Написано в книге Мишамуштилим, что псалом помогает выйти из любой сложной ситуации, когда ты читаешь его полностью уповая на Бога. Ну, сложно, конечно, но работает. Брахава от слуха.